Еще раз всем добрый вечер. Продолжается наша программа 311 29 47, код Екатеринбурга 343. Это ваша возможность принять участие в обсуждении, в дискуссии во время нашего прямого эфира. Кроме того, есть другие способы. Следите за контактами, которые появляются на экране. В информационном шоу событий итоги дня мы продолжаем следить за судьбой Владислава Рябухина, жителей Екатеринбурга, более известного в определенных кругах, как Очкарик. Тема сегодня звучит так. Очкарика посадят со знаком вопроса пока. Со знаком вопроса приглашаем в студию Владислава Рябухина, героя многих наших эфиров, и сразу же его адвоката Сергея Колосовского. Пожалуйста, проходите. Нам люди хорошо знакомы, но нашим зрителям считаю необходимым напомнить всю историю, что же случилось с Владиславом. 22-летний Владислав Рябухин пытается доказать представителям Свердловского управления Федеральной службы исполнения наказаний, что отработал обязательные 300 часов, назначенные ему решением суда. Рябухин был осужден за то, что в 2017 году нанес травму молодому человеку во время ссоры на улице. Одну из уборок Владислав провел в костюме Бэтмена, разгребал лопатой снег. Но в Гувсин считают, что Рябухин уклоняется от исполнения решения суда и устраивает шоу, наряжаясь супергероем. Сотрудники управления подали на него в суд. За нарушение порядка выполнения общественных работ его могут отправить в колонию поселения. Владислав не скрывает, иногда прогуливать приходилось. Ему нужно заработать и выплатить 410 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшему. Следующее заседание суда назначено на 10 апреля. Ну, начнем с самого начала. Что происходит? Почему с вашей точки зрения вообще возник конфликт с правоохранителями? Почему они утверждают, что вы ничего не работали? Вы прогуливали работы? Вот в этом видеоролике, что говорится, там работы не прогуливали. То есть определенную часть по состоянию здоровья было, да, несколько прогулов, но это неуважительная причина, так как я не могу принести справку. Опять же, не могу принести справку, потому что я не гражданин Российской Федерации. Вот такая ситуация. Так, а что значение гражданин Российской Федерации? Я же гражданин Узбекистана. Гражданин Узбекистана. Гражданство не дают. И вы здесь не можете получить справку никаким образом. Сергей, а может быть его депортировать? Ну, как вариант. А его нельзя депортировать, он еще наказания не отбыл. То есть это какая-то сложная схема. Нет, на самом деле, если серьезно, он много лет пытался получить гражданство. Он рассказывал уже эту историю, как с него вымогали взятку в Березовском, как вот он заходит в первый день, ему говорят, выйди, зайдешь через час, через час заходят, все, вся квота выбрана, тут же в коридоре. Или перекупы, так называемые, предлагают, что давай 20 тысяч, мы тебе... Ну, то есть вот... Нет, подождите, вот ликбез проведите. Если осуждается гражданин другой страны, он у нас отбывает наказание? Ну, он должен либо у нас отбыть наказание, либо по соглашению отбыть наказание в той стране. А кто это решает? Это решается на уровне генеральных прокуратур. Но, во-первых, с Владом не тот случай. Не у кого-то. Да, во-вторых, честно говоря, в Узбекистане его еще и за измену родине посадят. Нет, потому что он слишком долго прожил в России. Ой, вам не позавидуешься. Я бы на вашем месте даже больная бы подметала с такими-то проблемами. Опять же, подметать больную... Вы заметили ситуацию? То есть я не отказываюсь отрабатывать. И государство мне, да, правоохранительные органы, они не идут мне на встречу. Они делают только то, чтобы посадить меня. Делают все, чтобы меня посадить. Но они мне не говорят, слушай, вот у тебя не получается, давай мы график как-то сформируем. Абсолютно этого не было. Нет, фактически ситуация... Понятно. У нас никто никому в этой жизни ничего не должен, по идее. Но начался конфликт с чего? Что Влад договаривается с кем-то из надзирающих представителей администрации, что давайте я работаю не каждый день по два часа, а я один день отрабатываю шесть часов, вы мне три дня зачтете. Вроде договорились, вроде хорошо. Объем вырабатываю, но немножко по другой стороне. Да, потом кто-то забыл, кто-то передумал, кто-то что-то, ему часы не поставили. Начался конфликт, потом начались придирки, дальше больше. Тут он заболел, не смог приставить больничный, потому что нет полиса, соответственно, и денег нет на платное лечение. И вот одно за другое, и пошло, пошло, пошло. То есть никто не... Вот сейчас все очень легко решается. Ему говорят, что вот ходи, работай каждый день по два часа. Он сейчас вынужден работать, зарабатывать там, у него семейные обстоятельства достаточно интересные, о которых мы скоро узнаем, надеюсь. Вот. У него, в конце концов, нужно матери помогать. То есть ему нужно зарабатывать деньги где-то в другом месте. Теоретически, ну это спросите-скажет, теоретически ему еще нужно возмещать ущерб там мифический 400 тысяч. Вот. То есть ему нужно где-то зарабатывать деньги. На этих работах ему не платят. То есть, соответственно, по уму нужно выстроить какой-то гибкий график. Но никто не хочет идти навстречу. В губсине, офицеры, будешь вот так и никак иначе. Ну, ладно. Хорошо. Вы там пытались как-то договориться. Это где-то задокументированы, смски или нет? Или все это на словах? Нет, конечно, это все на словах. Никто не будет это документировать. Но здесь это же грабли, на которые вы сами себе положили, и на них сами наступили же. Ну, в принципе, да. Но опять же, вот смотрите, я прихожу в Березовском, в управление там, в ЖКХ. И сидит женщина, которая мне говорит, я душой переживаю за чистоту города. И я ей говорю, естественно, я буду отрабатывать. Только, возможно, я сегодня отработаю 6 часов, 2 дня я не приду. Либо я 2 дня не приду, потом отработаю 6 часов. Она говорит, да, возможно. И в итоге у нас создается ситуация, в которой у меня образуются прогулы, и меня должны отправить на колонию поселения. То есть один человек уже перестает убирать улицы. Где душа, которая за чистоту города переживает? Душа, это, конечно, прекрасно. Сергей, высок ли риск, что Владислав отправится в колонию поселения, на ваш взгляд, как адвоката? Ну, 50 на 50. Или отправят, или не отправят. Но... С точки... Закон что говорит в данном случае? Нет, закон говорит, что если документы, представленные Гуфсином, будут достаточно убедительны, то должны отправить. Но, если честно, по большому счету, мы в целом эту ситуацию уже свели к нулю. Он ведь отправится в колонию поселения не на то количество часов, которое ему осталось отработать, а на значительно меньший срок. Прям намного меньший. Вот. Поэтому, с одной стороны. С другой стороны, мы отбились от тяжкого обвинения. К этому тяжкому обвинению уже не вернуться. Сейчас мы работаем над привлечением к ответственности следователя, который сфальсифицировал доказательства. Как только мы добьемся какого-то сдвига, мы пойдем с касационной жалобой уже с этими аргументами, что доказательства сфальсифицированы. То есть, с одной стороны, он не сидит по 111, по которой обещали его посадить. Сейчас у него риски, ну, в пределах месяца колонии поселения. То есть, это как военные сборы, не страшнее. То есть, честно говоря... Вы его морально готовите, да? Я морально готов к боли. А зачем этот конфликт? Я вот не очень понимаю сейчас... Я вам задаю вопрос. Зачем выстраивать такие отношения, и так в непростой вашей ситуации, чтобы оказаться... Зачем привлекать дополнительное внимание этим костюмам Бэтмена? Нет, вот когда... Есть ощущение, что вы лезли на рожон? Нет, опять же, костюм Бэтмена, я что-то плохое сделал, я в нем отрабатывал. Ходят дети, дети со мной фотографируют. Потому что... Вот я отрабатываю как дворник, то есть, мне элементарно себя чем-то надо успокаивать. Я отрабатывал в костюме Деда Мороза перед Новым годом. Ходили дети и радовались. То есть, у меня были в мешке конфеты, которые я закупил за свой счет, и я отдавал им. Так у вас же денег нет. Зачем вы расстранжириваете, конфеты дарите? Нет, ну, а как денег со времен Сталина нет. Я же живу как-то. Денег ни у кого сейчас нет. Какая цель? Цель какая? То есть, подожди, вы не отдавали, как бы отдавали ли вы себе отчет, что такие ваши действия тем или иным образом провоцируют некую острую ситуацию, не обязательно конфликтную, но привлекают внимание лишнее? А, привлекают ли? Я не пойму, чем костюм Бэтмена может спровоцировать какой-то конфликт. Если, тем не менее, я отрабатываю в костюме, без костюма, но я отрабатываю. Так вы и не отрабатывали два каждый день, два часа. Вы отрабатывали шесть через три дня, как сами придумывали. Вы сами придумали себе график, сами его утвердили, говорите, что поговорили с какой-то женщиной. Никаких подтверждений того, что вы с ней поговорили у вас, я так понимаю, нет? Нет, есть ее же слова в средствах массовой информации, которые, наверное, также подтверждают то, что да, у нас была договоренность. То есть есть подтверждения. Это не только мои слова. А у этой женщины были полномочия? А вот это проблема. Она должна была зафиксировать часы и подтвердить их гувсину. А гувсин уже и вроде как все-всех не поняли. Определенное количество времени она делала этого, она фиксировала мне часы. То есть у нас бывали ситуации, когда я не выходил на отработку по той причине, что не было инструмента. И в этот день это не считалось нарушением. Это было, это значит, я приходил завтра и отрабатывал за два дня. Это нормально. На самом деле здесь ситуация, наверное, вот вы прям вот в корень пытаетесь, вот прям совсем в корень. Вот. Влад человек с обостренным чувством справедливости. И, соответственно, когда его наказали за то, чего он не делал, и еще и он пытается в какой-то диалог как-то эту ситуацию смягчить. Даже вот эти костюмы Бэтмена и Деда Мороза, это он для чего делает? Ну, парень веселый, детей поразвлекать как-то, что-то. Это ваша умозрительная история. Да почему? Я его вижу. Мы тоже его видим. Если рассматривать эту ситуацию голофактно, без эмоций, это выглядит как провокация. Несмотря на то, что я на вашей стороне, это выглядит как провокация. Нет, а провокация в чем? Я кого провоцирую? Гуфсин провоцирую? В том, что они сейчас говорят, господин Рябухин отрабатывал в костюме Бэтмена. Ну так если у Гуфсина нет чувства юмора? У Гуфсина никогда не было чувства юмора, и не должно быть чувства юмора. Его не будет. Просто еще раз. Хотелось бы верить в прекрасное. Пришел человек в костюме Бэтмена, отработал, привлек внимание, а потом не пришел. Естественно, это вызывает очень серьезные вопросы. В дальнейшем планируете ли вы использовать эту технологию привлечения внимания и дальше? И для чего? Костюм Бэтмена? Ну, например. Придется. Ну вот он таксистом подрабатывает. У меня, кстати, были мы с костюмом Бэтмена. Чисто теоретически, костюмы карнавальные можно в колонию поселения брать или нельзя? Думаю, что можно. Не задавался на такие вопросы, но думаю, что можно. Там ситуация другая. Возможно, мы узнаем совсем скоро, после 10 апреля, можно ли в колонии поселения брать карнавальные костюмы на опыте Владислава Рябухина, известного в Екатеринбурге, уж простите, очкарик. Ну, просто, чтобы зрители понимали. Наша программа продолжается. Совсем скоро Александр Кесель расскажет все самое важное о спортивных новостях Свердловской области и Екатеринбурга. Никуда не увекайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!